МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Предвыборные встречи продолжаются. И сегодня председатель территориальной избирательной комиссии Оксана Федориф выступила перед работниками Газпромдобыча Ямбург. Мероприятие открылось обращением к коллективу генерального директора Андрея Касьяненко. Добросовестный труд каждого из нас является гарантом энергетической безопасности нашей любимой Родины. В ближайшее время нам предстоит показать свою сплоченность во время президентских выборов. Выборы президента России в 2024 году впервые будут длиться целых три дня – 15, 16 и 17 марта. Запомните три факта, которые пригодятся сознательным гражданам, к которым, безусловно, относятся работники Газпромдобыча Ямбург. В Новом Уренгое можно проголосовать двумя способами – на избирательном участке и дома. Мы еще не голосуем дистанционно, что мы не используем пока что эту форму голосования. Используют ее только 29 субъектов Российской Федерации. В их число мы не вошли, к сожалению. Поэтому наши новоринговцы голосуют в течение трех дней на наших избирательных участках. Форма голосования на дому сохраняется, но предварительно необходимо подать заявку в участковую избирательную комиссию, что избиратель желает, чтобы комиссия приехала к нему на дом. Можно проголосовать за пределами места постоянной регистрации. Человек имеет право голосовать в любой точке Российской Федерации, где бы он не находился в дни голосования, но он должен выполнить одно условие. Необходимо подать заявление о том, что избиратель будет голосовать по месту своего нахождения, а не по месту постоянной регистрации. Способов подачи есть несколько. Самый популярный из них – это госуслуги, потому что человек может сделать это в любой момент и самостоятельно. Также можно обратиться в любую территориальную избирательную комиссию, в отделение МФЦ своего города. Есть возможность проголосовать за границей. В 144 странах будут образованы избирательные участки. Соответственно, они будут в консульствах и представительствах. Если избиратель желает проголосовать за рубежом, ему необходимо первое или подать заявление и прикрепиться к любому зарубежному участку, который ему подходит. Или даже если он не подаст такое заявление, то за рубежом действует заявительный характер голосования. То есть человек приходит со своим заграничным паспортом и голосует. Центральный избирательный комитет сделал все для того, чтобы каждый смог воспользоваться своим законным правом. Дело за малым – успеть проголосовать за три дня. Прошу вас проявить активность и сделать свой осознанный выбор. Юлиана Драга, Дмитрий Шолохов, Новый Уренгой. Ежедневно маркшейдеры «Газпромдобыча Ямбург» выезжают на объекты месторождения. Выполняют топографические съемки, проводят геодезические измерения. В зависимости от задачи – с собой тахеометр, нивелир или спутниковые приемники. Парк оборудования требует постоянного пополнения и обновления. Тем более в современных реалиях, когда остро стоит вопрос импортозамещения. К примеру, прошлись с одной стороны, повернулись, прошлись с другой стороны. У вас будет полноценная съемка. В рамках дней поставщика один из российских производителей геодезического оборудования презентовал в Ямбурге свои новинки. На семинар пригласили специалистов службы главного маркшейдера Ямбургской лаборатории «Мерзлоты» морского блока газопровослового управления. До этого мы с ними встречались на семинарах, на конференциях. Нам показалась интересна тема, обороты, которые они представляют. Поэтому мы пригласили сюда, чтобы непосредственно здесь, в боевых условиях, проверить их приборы, оборудование. Участники ознакомились с новейшими разработками компании. Функциональными возможностями и характеристиками оборудования, программным обеспечением. Узнали об условиях сервисного обслуживания и техподдержки. Задали вопросы. Мы работаем в рамках импортозамещения. Часть оборудования у нас собирается на территории Российской Федерации. Часть оборудования делается у нас в Китае, но по нашему ТЗ. Те вещи, которые мы не можем, например, чипы, у нас еще нет такой возможности делать их у себя в России. Мы заказываем в Китае, но сборку уже проводим у себя, используя определенные смазки, которые позволяют приборам в минус 30 выполнять свои функциональные обязанности. В арсенале ямбургских маркшейдеров есть и беспилотник. С его помощью получают фотографические планы местности с точной геодезической привязкой. Летательные аппараты на презентации тоже были представлены, в том числе для проведения обследований шельфа. Специалистам компании скоро предстоит решать задачи не только на суше. С перспективой на это направление интерес вызвали беспилотные гидрографические комплексы. Пока нас приглашали в основном только на теплые моря. Это был тот же Крым, это был Сочи, где тестирование проводили. Там было уже неоднократно. Здесь на северах пока не звали. Так что думаю, что позовут в этот раз, и мы обязательно приедем, покажем. Возможность работы в суровых условиях севера – одно из ключевых требований, которые маркшейдеры предприятия выдвигают к оборудованию. Погода для демонстрации технологий в действии как нельзя кстати. Минус 20, метель, порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Работать, я думаю, здесь достаточно тяжело. Ветер я ощутил на себе. Мы прочувствовали, пока мы с вами выходили вместе и делали как раз измерения на улице. Но я могу сказать с уверенностью на 100%, что наше оборудование справится. Производители передали ямбургским маркшейдерам несколько приборов для тестирования. Испытания помогут сделать им собственные выводы о надежности оборудования, удобстве использования и соответствии его функционала стоящим перед службой задачам. Оборудование – все у них интересное, точное. Все заточено для того, чтобы выполнять полевые работы. Это у нас основная работа. Осталось только проверить, насколько это оборудование выдержит наши условия климатические. Нелли Харудинова, Ямбург. Безопасность на дороге от А до Я. Необычную азбуку будут изучать в Новорингойском детском саду «Огонек». Презентация книги прошла при поддержке «Газпромдобычи Ямбург» и разожгла огонек детского интереса. Ведь это красочное пособие, которое в игровой форме знакомит дошкольников с правилами безопасного поведения во дворе и на дороге. Вся информация представлена в виде ситуативных картинок, а стихотворная форма изложения материала легка для понимания и запоминания. Детский сад осуществил этот проект благодаря гранту, который получил в рамках конкурса образовательных программ «Дорога. Безопасность. Дети», организованного газодобывающим предприятием. Именно грантовая поддержка необходима для создания либо книг, либо макетов, либо профилактической работы по безопасности дорожного движения. Поэтому мы очень рады тесному сотрудничеству. Благодаря компании напечатано 56 азбук. Над их реализацией творческий коллектив дошкольного учреждения трудился три месяца. Сейчас педагоги и воспитатели работают над созданием второй части книги. Юлия Надрога, Алмаз Авдельманов, Дмитрий Шолохов, Новый Уренгой. Конец февраля в «Газпромдобыче Ямбург» – время подведения итогов ушедшего года в области производственной безопасности. В 2023 году не было. Несчастных случаев на производстве со сметельным исходом, аварий и инцидентов на опасных производственных объектах, дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев в результате дорожно-транспортных происшествий. Культура безопасности помогает сохранить жизни и здоровье работников, снизить риски аварий и инцидентов, ДТП, обеспечить безопасность пожарную и дорожного движения. По линии профсоюза отметили вклад уполномоченных по охране труда, условия которого улучшили более чем 11 тысячам работников. Результатом вовремя выявляемых и устраняемых опасных событий являются те происшествия и несчастные случаи, которые могли бы произойти, но не произошли. В данном направлении мы наблюдаем устойчиво положительную динамику третий год подряд. Благодарственные письма вручили руководителям структурных подразделений Михаилу Макшаеву, Олегу Протопопову, Зауру Мурзалимову, Валерию Погосову и Олегу Хасанову. Инженер-механик управления материально-технического снабжения и комплектации Андрей Мельченко получил почетный знак «Лидер культуры безопасности». Знак очень значимый и за один год такой его не заработать просто. Это уже идет как дышать, как слышать, как думать. То есть это уже само собой вещи, которые, ну как вот, человек соблюдает их просто на автомате. Среди цифровых прорывов – пилотное внедрение отечественной информационно-управляющей системы организации работ повышенной опасности. Она усилит контроль, координацию и общую безопасность выполнения этих видов работ. На выставке средств индивидуальной защиты участники совещания оценили новые тренды в спецодежде, обуви, в том, что приводит к нулевому травматизму. После перерыва обсудили взаимодействие «Газпромдобыча Ямбург» с партнерами – пожарной службой, «Газпромгазнадзором» и «Газпромгазобезопасностью». Коснулись и здоровья работников, что сделано для раннего выявления социально значимых заболеваний, почему недальновидно скрывать плохое самочувствие на работе и насколько эффективна профилактика. В планах на 2024-й продолжать в том же духе по всем направлениям. Передавайте огромную благодарность вашим подчиненным и всем работникам компании. И уверен, что мы также смело, гордо будем продвигаться, опять же, обеспечивать и сохранять жизнь наших работников. Жизнь и здоровье. Спасибо огромное. На здоровье. Константин Портных, Дмитрий Шолохов, Новый Уренгой. Каково это быть рядом с рождением? Вместе ходить в один детский сад, учиться в одной школе, закончить один университет, устроиться на одну работу и заниматься одним делом? Братья-болезницы Алексей и Константин Плотниковы знают, каково это. У инженеров службы проектно-конструкторских работ «Газпромдобычи Ямбург» одна профессия на двоих и схожий жизненный путь. Брат женился. Вскоре я женился. Я на права сдал. Потом брат тоже права получил. У брата ребенок появился, у меня. Потом я сюда уехал. В скором времени брат сюда на север тоже перебрался. Вот такие этапы жизни схожи. Алексей старше Константина на 15 минут. Братья похожи, как две капли воды. Но, несмотря на внешнее сходство, по характеру все же разные. Один более эмоциональный, второй спокойный. Они привыкли, что их часто путают. Кто-то с первого раза различает, кому-то время нужно. Там неделя, там месяц. А кто-то всю жизнь нас знает и плохо различает. Я не один со мной, мои братья, за спиной ангел-хранитель. Мы ведь еще молоды, жадно дышим воздухом свободы. Не из семьи богатых, ты же знаешь, не те доходы. Инженер службы проектно-конструкторских работ Константин Плотников больше 10 лет назад погрузился в мир музыки. Свободно от работы время конструирует рэп. Пишет стихи, кладет их на бит и публикует в соцсетях свое творчество. Некоторые треки имеют успех на популярных стриминговых платформах. Начинал свой путь рэпер Куб, это его никнейм, в музыкальном коллективе в Татарстане, в составе которого выпустил больше 20 композиций. С переездом на север занялся сольным творчеством. Рэп был очень популярен в то время, когда я рос. Нравилась музыка эта, хотелось стать частью этой культуры. Привлекали сама подача, речитатив, биты, жирный бас. Все это в совокупности привлекало меня. И решил попробовать себя в этом направлении. В отличие от брата, Алексей занимается спортом, хотя рэпом тоже интересуется. В свое время увлекался боксом и пауэрлифтингом. Тренажерный зал – лучшее место, чтобы привести в мысли в порядок. Голова отдыхает, а мышцы работают. Леша – обладатель золотого значка ГТО. Старается больше времени проводить в зале, хотя его порой не хватает. У меня тут родился очередной ребенок. Занимает все свободное время, и вот пока не получается. Но, наверное, это отговорки. Я в ближайшее время прям хочу начать активно тоже заниматься опять. В «Газпром-добыче Ямбург» работают 13 пар болезнецов. Это 26 человек. Наши герои в их числе. В ближайшее время у Константина состоится релиз новой песни. А Алексей планирует вернуться в большой спорт. Алмас Абдельманов, Дмитрий Шолохов. Новый рингой. Специально для ЯТВ. Детский сад «Радуга». Наглядный материал не только для развлечения, но и для личной безопасности. Детям очень важно иметь понятие, как себя вести на дороге, как себя вести во дворе, на улице, чтобы не было паники, не было боязни излишней. Была осторожность, осмысленное какое-то поведение, понятное всем участникам дорожного движения. Чтобы лучше усвоить знания, ребята отвечали на вопросы и примеряли роли водителей и пассажиров. Теперь дорога им не страшна. Юлия Надрага, Андрей Снегирев. Новый рингой. Какие виды спорта представлены на зимней спартакиаде «Газпрома»? В зимней спартакиаде 2024 года пять видов спорта – настольный теннис, футбол, баскетбол, лыжные гонки и стрельба. Расскажите о новом соревновательном формате. В этом году немного изменили организаторы формат проведения спартакиад. По заявкам прошлой летней спартакиады поднялся этот вопрос уже в Санкт-Петербурге в 2022 году. И они решили немного изменить формат, потому что, чтобы и с одной стороны облегчить, и чтобы сделать немножечко игровые виды спорта подинамичные все соревнования, получается, что они взяли 32 команды, заявленные на эту спартакиаду. На основании прошлых результатов общекомандных они разделили ровно на две лиги по 16 команд. Первые 16 и дальше до 32. Первая, вторая лига. И сейчас соревнования будут одномоментно проводиться в обеих лигах, и точно так же там будут выявляться победители, призовая тройка. Но получается, что команды, занявшие с первого по третье место во второй лиге, подниматься будут на следующую спартакиаду в первую лигу. Соответственно, три последние команды с первой лиги идут во вторую. Также новые организации, предприятия, которые добавляются уже в спартакиаду, они сразу во вторую лигу попадают, и потом уже будут иметь шансы попасть в первую. Где команды будут жить и выступать? Все делегации, так же как в Санкт-Петербурге, летний спартакиад будут располагаться в одном месте. Так называемая деревня спартакиады будет располагаться на территории кампуса Уральского федерального университета. То есть двухместное проживание удобное. И какие-то виды спорта также будут проводиться на территории кампуса. Это футбол, настольный теннис, стрельба. И там же мандатная комиссия будет проходить, там же питание спортсменов и какой-то отдых. Баскетболисты будут играть в Скифсе, тоже Уральского федерального университета. Это, я так понимаю, отдельный зал. А лыжные соревнования будут проводиться на базе «Динамо». Как наши команды по видам спорта готовились к главным стартам года? Подготовка у них велась в прошлом году. Они футбол, баскетбол, например, сборные заявлялись на соревнования, как можно больше ездили. Недавно баскетболисты вернулись, уже в этом году дважды съездили. Ребята готовятся лыжники самостоятельно. Самая активная подготовка всегда начинается за 3-4 месяца уже до стартов. И стараются выезжать. Все работники вахтового метода, они готовятся самостоятельно. На межвахте очень много все занимаются. У них действительно есть свободное время. Они могут, ну и на работе тоже по возможности, собираются, тренируются, вызываем на соревнования. Подготовка ведется, просто уже нельзя ее останавливать, чтобы быть постоянно в форме, форму не терять. Потому что уже все равно возраст такой подходит, спортивный возраст, да, что уже нельзя остановиться, сложно будет потом войти опять в этот ритм. Есть ли задачи на эту спартакиаду? Это даже не надо спортсменам объяснять. Да, они в любом случае будут выступать на максимуме, на своем. И задачи в целом стоят выступить достойно, на высоком уровне, спортивном, профессиональном. И, конечно, сохранить себя, обойтись без травм. На одних и тех же соревнованиях в течение года календарного встречаются и следят, кто как выступает, кто куда поехал, какие у них результаты. Например, у представителей настольного тенниса у них рейтинг есть, и они смотрят, как их соперники будущие по спартакиаде, какой рейтинг занимают, куда ездили, что выигрывали. Также футболисты, например, все равно все команды Газпрома, ТЭК, они ездят на одни и те же мероприятия, тоже видят друг друга. Также мы, когда в Новом Уренгое организуем открытые кубки, к нам те же самые соперники приезжают. Это одна большая общая семья спортивная. То есть мы встречаемся и в Новом Уренгое, и потом в Екатеринбурге те же команды встретятся, увидят. То есть они примерно понимают уровень соперников друг друга. Ну и, соответственно, так уже проще себя подготовить, знать, как обыграть ту или иную команду. Тем более организаторы выслали нам заранее уже под группы расписание соревнований. Соответственно, все тренеры и игроки ознакомились уже буквально 13-го числа, с кем они выйдут уже на первую игру, да, или на первый старт. Все понимают и уже психологически себя готовят. Что пожелаете спортсменам компании перед спартакиадой? Нашим спортсменам я бы пожелала искренне от всей души получить удовольствие от этой спартакиады. У кого-то, возможно, это будет уже последний старт, последняя поездка и последняя возможность показать все свои умения. Обязательно сохранить себя, свое здоровье, обязательно показать свой максимум. Конечно, мы всегда будем стремиться к самому лучшему, самому результату. А для этого необходимо настроиться и по максимуму отработать эту спартакиаду. Они сменили классические костюмы на спортивные. Им хочется проверить свои силы. У них общая цель – сдать нормативы ГТО. Участники спортивных испытаний пытались стать быстрее, выше, сильнее. Цель нашего мероприятия сегодня – это проверить физическую форму наших руководителей, которая непосредственно влияет на готовность к труду, ну и на выполнение всех поставленных задач, которые перед нами формирует руководство ПАО «Газпром». Они готовы к труду, к обороне и к настоящим спортивным подвигам. С такой напряженной работой без разрядки никак, говорят участники. Физические нагрузки помогают сменить обстановку, отвлечься и получить заряд бодрости. А сдача ГТО – хороший повод для гордости. Для меня вдохновением были мои дети, которые вроде тоже спортом занимаются. ГТО они не сдавали. Теперь я просто с честной улыбкой на лице смогу к ним прийти и сказать о том, что ребята, папа у вас старичок сдал, теперь и вы давайте сдавайте. Среди претендентов на значок не только богатыри, но и красные девицы. Главный бухгалтер Любовь Книтиль умеет не только хорошо считать, но и эффектно отжиматься и метко стрелять. Бег было тяжелее всего сдать, потому что, во-первых, нужно было еще пробежать целых 10 кругов. Это рассчитать свои силы, рассчитать свои возможности, рассчитать ту дистанцию. Для меня это было сложно. Все остальное было легко. Борьба шла за золотой, серебряный или бронзовые значки ГТО. Дисциплины следующие – подтягивания на перекладине, рывки гири, бег на короткие длинные дистанции, наклоны на тумбе, прыжки в длину, отжимания, пресс и стрельба из пневматической винтовки. ГТО мне приходилось раньше сдавать. Сложно. Ну, да нет. В принципе, так. Терпимо. 24 человека прошли испытания в выбранных дисциплинах. Нормативы установлены в зависимости от пола и возраста. Они и определяют уровень подготовки и тип знака отличия. По предварительным данным, все 24 спортсмена справились с упражнениями и скоро получат соответствующие значки. Друзья, занимайтесь спортом и получайте удовольствие от жизни. Алмаз Абдельманов, Дмитрий Шолохов. Новый Рингой. Специально для ЯТВ.